Индексация пенсии – это ежегодное повышение размера выплат на величину, равную росту инфляции за предыдущий календарный год. В 2016 году индексация была отменена для трудоустроенных получателей. Вместо ежегодного повышения для граждан был введен специальный перерасчет, который проводится по факту прекращения рабочей деятельности. Как рассчитывается обеспечение пенсионера после увольнения? Перерасчет пенсии после увольнения не подразумевает изменение всего пенсионного обеспечения. Выплата увеличивается в соответствии с обновленным значением индивидуального коэффициента. В остальном же формула расчета пенсии не меняется. Важно! В отличие от граждан, которые еще не достигли пенсионного возраста, годовой лимит заработанных баллов для трудоустроенных пенсионеров ограничен тремя единицами. Алгоритм проведения перерасчета. Гражданин увольняется. В следующем месяце ПФР получит сведения о прекращении трудовой деятельности. Еще через месяц будет пересчитана выплата. На четвертый месяц гражданин начнет получать пенсию в увеличенном размере. Также в этом месяце пенсионеру будет дополнительно выплачено недополученное им средство. Технические повышения действуют уже с месяца следующего за месяцем увольнения, однако так как процесс оформления перерасчета занимает больше времени, то в первую увеличенную выплату гражданину также включаются недополученные за предыдущие месяцы деньги. Формула расчета стандартная. H плюс ИПКСР звездочка суббота плюс ВВ, где H – страховая часть пенсионного обеспечения, которая начислялась пенсионеру до момента его трудоустройства, ИПКСР – количество пенсионных баллов, заработанных за время работы пенсионера. Суббота – стоимость одного балла на год, в котором оформляется перерасчет. ВВ – актуальный размер фиксированной выплаты к страховой части обеспечения. Пример перерасчета, проводимого в 2020 году, на следующих условиях. Ранее рассчитанная страховая часть – 9000 рублей. Заработанные баллы за два года трудовой деятельности пенсионера – 6. Фиксированная выплата на 2020 год – 5686 рублей. Стоимость одного балла на 2020 год – 93 рубля. На четвертый месяц после увольнения пенсионер начнет получать выплату в следующем размере. Это перерасчеты, проводимого в 2020 году, на следующих... Суббота – 93 рубля. Суббота – 43 рубля. и баллы за год Год... ...дивитель... ...венессионер... ...шесть... ...выплат... ...выплат... ...лесеча... ...девять ноль 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 плюс шесть умножить на девяносто три плюс пять шестьсот восемьдесят шесть. равно 15244 рубля вследствие того, что перерасчет занимает время, в течение которого гражданин недополучает повышенную пенсию за второй и третий месяц с момента увольнения, однократно на четвертый месяц, ему будет выплачена пенсия следующего. 0 плюс 6, умножить, 3 плюс 3, 5, 6, 7, 6, равно 15, 13, 12... 14... 4... 7... 8... 8... 2-й рарой и месяц. 9,00,0 плюс 6 умножить на 93 умножить на 3 плюс 5,686 равно 16 тысяч. 360 рублей, таким образом, первая повышенная выплата после увольнения будет равна 16 360 рублей, а в дальнейшем до ближайшей индексации гражданин будет получать пенсию в размере 15 244 рубля, как самостоятельно рассчитать размер пенсии после перерасчета. Совсем не обязательно заниматься вычислениями самостоятельно. Работающий пенсионер может заказать выписку о назначенных страховых выплатах, в которой будет указан размер получаемой пенсии на данный момент и назначенной, актуальной после проведения перерасчета. Заказать выписку очень просто. Для этого нужно авторизоваться в учетной записи гражданина на официальном интернет-портале ПФР, можно использовать данные от аккаунта на госуслугах. Перейти в раздел «Гражданам». Выбрать услугу «Заказать справку о назначенных выплатах». Справка готовится около 5-10 суток. Получить ее можно в электронном формате на e-mail или на бумажном носителе по почте. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион». Бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!